Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 21 июля. Продолжаем дегустацию экзотов. Только что я дегустировала вот этот вот номер 225. Странная вещь девушки, редкий коллекционный американский томат. И говорила, что в этом году обнаружился еще один очень похожий томат. Это вот этот номер 330, черные полосы. Если про тот сорт, странная вещь девушки, она более-менее, информация распространена, то про черные полосы, тоже американский, Black Stripe как-то называется. Но я в описании к видео американское название тоже печатаю для импортных. Про них вообще очень мало информации. Я заказывала на сайте и даже вот сейчас описание хотела более полное найти. Сильно описания нет. Написано, что категория бикалоры, полосатики, что высокорослые, среднеспелые, растения очень мощные. В принципе, мощные они и странная вещь девушки. Плоды плоскоокруглые, коричнево-оливкового цвета, с темно-зелеными полосками. И тут тоже так же. Они сначала более зеленые, потом начинается созревание. Они делаются яркими такими красными. Ну как, красный преобладает. И потом, когда они уже вызревают, у них внутри открываешь малиновая мякоть. Указана масса 300-500 граммов. И именно вот эта мякоть пурпурного такого цвета, ароматная, сочная, очень вкусная. И еще высокая урожайность. Но указано везде, что он для теплиц. Я в этом году выращивала в теплице. Но на будущий год хочу попробовать выселить его из теплиц. Потому что что странная вещь девушки, что черные полосы. Очень мощные растения. И им нужно много места. При моей, например, уплотненной схеме посадки, они плохо тесные. Я хочу похвалиться. Вот странная вещь девушки. Нынче одна выросла. У меня 903 грамма. Это вообще гигант. Но я повторюсь, что это, конечно, два сросшихся плода. Но все равно от этого помидорка хуже не делается. Сейчас я продегустирую. Я вот сейчас сразу разрезала. И смотрите, на разрезе оно, ну как у всех, у этих черноплодных, у них почти у всех одинаково. Как бы приблизить, показать, что вот в центре вот это малиновое, пурпурное вот это пятно говорит о том, что томат совершенно созрел. И что он покажет вам всю свою сладость, весь свой аромат. Все, что заявлено о нем производителями или кто там пишет про них статьи. Все это оправдается. Сейчас мы попробуем. Я прям хочу съесть самую серединку. Как всегда, все эти редкие коллекционные сорта, они малосеменные. Знаете, даже на вкус даже вкуснее, чем я вот перед этим странную вещь девушке ела. Сейчас другую еще срежу. Ой, малышечка тоже поспела. Красненькая внутри. Я еще хочу, как всегда я делаю, на разлом. Смотрите, она от спелости, вероятно, сама уже аж хочет лопнуть. Помидорка, если хочет лопнуть, значит... Ой. Ну я... Извините, я ее раздавила всю. Не смогла показать вам, какая сахаристая. Сейчас попробую еще раз. Эксперимент не удался. Ну тут на кусочке томата видно, что мякоть все-таки сахаристая. Сейчас я ее съем. Сейчас буду дегустировать вот этих зеленоплодных лягушек. Они тоже очень-очень сладкие. И хочу сравнить, вам поделиться, какие более сладкие эти или эти. Ну эти очень сладкие. Чертные полосы прям. Короче, выключаю камеру, начинаю кушать. Под конец я подведу итог. Вот эти победили. Черные полосы номер 330 и 225. Странные лишь девушки. Американские сорта. По содержанию сахара намного выше, чем зеленоплодные. Вот эта царевная лягушка 168 и 158 изумрудное яблоко. Но у тех богаче, сложнее букет вкусов. Там и сладкая, и кислинка, и что-то немножко с фруктовым. Но это... Когда каждый попробует, он поймет, что ему больше по душе. Или вот это, или вот такое. Тут чисто сладкие, вот прям очень сладкие. Там кисло-сладкие. Это так же, как сорта яблок. Кому-то нравятся одни, кому-то нравятся другие.